Привет, Орлы! Это новая рубрика, которую я хотел уже очень давно. Одна из них, у меня их еще в закромах много, но одна из них наконец-то созрел, увидел трейлер Джокера и решил, что ну пора, ну надо уже. Так что пишите, что вы думаете о новой рубрике, поддержите ее лайком, комментарием, вообще всем, чем можно, всеми руками репостите. Да, я решил заняться игровыми новостями. Не придумал я лучшего названия для рубрики. В принципе, она никак называться не будет, просто будут новости про игры. Ребят, первое, о чем хочется рассказать, вышел трейлер Джокера. Для Mortal Kombat вот это новое DLC для файтинга, которое я ждал, которое многие ждали, самый интересный персонаж, потому что для фанатов Mortal Kombat там еще много, там еще Синдал выходили, еще были всякие, но Джокер. И вы скажете, какой Mortal Kombat с Джокером? То есть, что Джокер делает в этой вселенной? А все просто. В основном, персонажами DC и персонажами Mortal Kombat владеет Warner Bros. То есть, это одна и та же компания владеет правами на этих персонажей. Поэтому они могут их клашить в одной вселенной. То есть, Джокер и там Харли Квинн, еще какие-то персы. Они все могут появляться в Mortal Kombat. И наоборот, там типа, не знаю, какой-нибудь Саб-Зиро может в Бэтмене появляться. Естественно, это будет тупо, но как бы это можно? Юридически так можно. Я помню, Скорпион появлялся в Инжастисе, втором этот было как бы прикольно. Или это Саб-Зиро был? Так или иначе, Дилси с Джокером мне понравилось то, что показали в трейлере. Там очень смачное появление Бэтмена, который говорит I will save them all или типа того. Но это было круто. То есть, вот такая отсылка на Бэтмена. Было бы классно, если бы они ввели персонажа Бэтмена. Так как это только первый там, по-моему, Combat Pack это называется. Потом, может быть, второй сделают и введут еще персонажей. Было бы очень классно, если бы ввели Бэтмена. Потому что он классный перс, я за него играл во втором Инжастисе. Скажу больше, выходит Дилси 28 января. Но, как показывает опыт с предыдущими, Дилси, скорее всего, 28 января дата для США. То есть, у них там она в течение дня 28 выйдет. Это очень тупо, что Warner Bros. почему-то не публикует время выхода Дилси. Потому что, я помню, ждал предыдущий Дилси, Синдал, целый день. И оно не вышло, вышло на следующий. То есть, по такой же логике, скорее всего, и предыдущий Дилси. Я просто не помню, какие персы выходили. Еще, что меня удивило, был скрин с рептилией показан. В трейлере это вообще очень странно. То есть, что там делают рептилии? Ее же нет в персонажах. Или это скин для персонажей? Я толком не понял. Насчет даты выхода. 29-го в России она у нас должна выйти. Это Дилси. И уже вы сможете поиграть за Джокера. Думаю, что и на ПК, и на Xbox, и на PS4. Везде, где только можно. И я бы хотел 29-го провести стрим по новому Дилси. Обычно я снимаю видео, там просто с концовкой. Я подумал, что, ну блин, а давайте как-то по-новому. Я буду стримить Дилси с Джокером. Пока что точно не могу сказать во сколько. Но 29-го ждите стрим по Дилси. Посмотрим, что там и как поэкспериментируем. Как минимум. Даже учитывая, что я фиговый боец в файтингах, будет интересно. Следующая новость для меня более интересная, более важная. Final Fantasy VII, которую я очень жду. Жду на одном уровне, если даже не больше с Киберпанком. Я тут покопался в новостях. Во-первых, была слита в начале января демка. Ее кто-то загрузил, кто-то в нее даже поиграл. Я сейчас хотел, ребят, вставить. Вот так, где оно? Вот здесь я хотел в рамочку вставить, чтобы мы с вами посмотрели геймплей и что там в демке. Final Fantasy VII. Но, блин, все выпилили. Я боюсь, что если я даже откопаю демку, я скажу, все, можно откопать. Если на каком-нибудь порнохабе она лежит, то залили, наверное. Ну, как это всегда бывает с тем, что на ютубе выпиливают, льют на порнохаб. И там нормально, там уже не выпилят. Кстати, да, кто хочет, проверьте, есть она там или нет. В любом случае добавлять видео не буду, боюсь, что просто Square Enix японцы меня забанят от этого видео. Так или иначе, кто-то поиграл, что-то показали, там 7 сценариев. Пока что непонятно, какие из 7 сценариев, то есть, может быть, это 7 уровней. Но, в общем, демка обещает быть большой жирненькой. И пока искал я информацию по демке, господи, я наткнулся на адский пиздец. Final Fantasy перенесли на 10 апреля. Игра должна была выйти с 7 марта, если я правильно говорю, 7 марта. А выходит она 10 апреля. Почему это пиздец? Да потому что, ребята, вот чем эти японцы думают? Что они там долбят? С 16 апреля выходит Cyberpunk. И я понимаю, окей, Final Fantasy 7, это эксклюзив PS4 на год. Она там через год выйдет уже где-то еще там на ПК, на Xbox, наверное. Что еще, ребят? Ну, 6 дней разницы. 6 дней. То есть, Cyberpunk это супер популярный релиз. Все ждут Cyberpunk. Final Fantasy просто теряет фанбазу. Потому что, во-первых, не все купят две игры сразу. Хоть не в один день релизят. Но хоть, блин, хоть что-то хорошее. Еще из минусов. Для нас, для российских игроков, ребята, русского языка в Final Fantasy 7 не будет вообще. Ни субтитров, ни озвучки, ничего. То есть, вот, не знаешь русского, то есть, не знаешь английского. Все, ты не играешь в Final Fantasy. Естественно, я буду играть, я буду переводить. Ребят, ждите. Потому что, я на самом деле удивлен. В 2020 году крупный релиз, то есть, Final Fantasy 7 ремейк, это крупный релиз. Это не просто там инди какая-то разработка, ремастер игры с PS1. Это реально крупный релиз, который хайпится давно. Очень странно. Учитывая, что Final Fantasy 15 переводили субтитрами на релизе. И потом еще перевели на русский язык, на озвучили. По-моему, спиратчина была игра. Я точно не помню сейчас. Не стал искать данные. 120 тысяч раз ее спиратили. Там 50 или 70 тысяч раз ее купили. Естественно, ужасные показатели. То есть, понимаете, там озвучка, это дорого, это огромная игра, с кучей диалогов, кучей персонажей. Все это озвучивали тремя студиями. И после такой работы люди просто взяли, спиратили игру и, пожалуйста, больше озвучки не будет. И в Final Fantasy 7 даже субтитров нет. Это очень обидно. Это очень печально, что вот японцы, ну, вот так относятся к России. И печально, что русские игроки просто берут, нагло пиратят классную игру, которую, действительно, заслуживают. Она заслуживает то, чтобы ее купили. Насколько же быстро все меняется? Мне приходится теперь дополнять эти новости. Слушай, делать новости, это не так просто. В CD Projekt Red объявили о том, что Cyberpunk переносится на какое-то, на 17 сентября. Почему? Ну, хотят допилить игру, потому что игра, в принципе, работает, но они, видимо, хотят сделать ее еще лучше. И я считаю, они правильно делают. Я знаю, кто-то сейчас будет рыдать, кто-то будет такой, нет, Cyberpunk, куда вы его дели? Мы ждали его. Он должен был выйти в апреле. Он должен был выйти какого-то там апреля, 16-го. В итоге он выйдет 17-го сентября. Я считаю, что это хорошо, что его перенесли, потому что выходят и Watch Dogs, и Final Fantasy. Я понимаю, что кому-то до этих игр дела нет. А кому-то есть, наверное, мне есть. И меня радует, что идет какой-то перенос. Что игру перекинули на сентябрь, который пока что вроде бы свободный. Пока что сентябрь 2020-го кажется такой относительно свободной гаванью. Есть слухи, что Assassin's Creed выходит 26-го сентября. Но все равно такой разрыв в 10 дней это норм, это окей. То есть за 9-10 дней можно вполне освоить Cyberpunk, пройти сюжетку и перекинуться на Assassin's Creed. То есть не все так плохо, я считаю, даже хорошо. Так что я поддерживаю решение CD Projekt Red. Да и в принципе мы все знаем, как CD Projekt Red пекутся за качество. И Ведьмак, который выходил в 2013 году, насколько я помню, он был хорош, он был качественный. Да, были какие-то ошибки, были баги. Но это огромная игра с огромным открытым миром. При этом каких-то критикл, багов я не помню. Я играл на релизе, все было нормально. Да, оптимизация может быть стала лучше с патчами. Но игра игралась и игралась хорошо. Так что пишите в комментариях, что вы думаете, расстроены ли вы, что Cyberpunk перенесли. Или же вы считаете, пусть лучше будет качественно, пусть лучше доделают, чтобы было по красоте. Чем выпустить сейчас полусырую версию с расчетом на то, что фанаты поймут. Спасибо за бета-тест и все дела, все вот эти мемы. Слушай, вот в концовке видео я выгляжу чуть лучше. В принципе, это все новости на видео. И это был первый раз, это были первые новости. Слушай, я уже знаю, как я хочу их поменять. Точно будут вторые. Но они будут чуть другими, наверное. Так что вот, я решил вставить еще в конце в рубрику вот этих новостей, еще под рубрику. Рассказать, чем я занимался за последнее время. Потому что делать отдельные влоги под это, ну как-то такое. А вот в формате новостных видео, которые будут выходить нерегулярно. И у меня, собственно, не было цели успеть. Есть сайты, которые занимаются этим профессионально. Я подумал насчет новостей, просто я решил уже сесть и снять. Поэтому видео такое получилось. Слушай, я его снял даже несколько дней назад. Вот только сейчас хотел смонтировать. И это немного грустно. Но уж как получилось. Я хотел его выложить. Я хотел начать. Это одна из многих рубрик, которые я планировал начать в 2020 году. Да вообще в прошлом году хотел начать, но не получалось. Потому что эти кражи каналов, это вот все сбило очень сильно планы. Так вот, рассказать, чем я занимался. Занимался не в смысле, куда я сходил и что я съел, а игры. Игры, конечно же. Я в последнее время играл в Red Dead Redemption 2. Очень много играл именно в мультиплеер. И мне понравилось. Там довольно интересный сюжет. То есть мне интересно там проходить. Мне понравилось проходить задания охотников за головами. Я вот с утра идеальная игра, чтобы врубить. Врубить на фоне YouTube и играть вот это все вместе. Потому что просто смотреть YouTube мне скучно с утра. Мне хочется, чтобы еще какой-то актив был. И мне вот этим все понравилось. Что можно и актив, и YouTube, и все хорошо и интересно. Что еще? В Detroit играю. Перепрохожу Detroit. Еще потратил время на Until Dawn. Мы его стримили. И что-то я так загорелся. И вообще тема с интерактивным кино. Что решил перепройти Until Dawn еще раз. Ну, сначала до конца середину перепрошел. Чтобы открыть концовку. А концовку в итоге не открыл видео. Поэтому будет. Пришлось там немножко... Я смешаю. Я еще не смонтировал. Смешаю то, что я сам снял. То, что мне пришлось на YouTube скачать и добавить. Просто хотел открыть концовку, где все умирают. И еще вставлю концовку, где все выжили. В общем, такую солянку. Захотелось мне сделать видео. Игра не новая. Но вот хочется мне больше интерактивного кино. У меня, кстати, еще по нескольким играм, которые похожего жанра лежат на жестком диске. Там файлы с альтернативными выборами, которые я снимал еще, когда канал украли. Когда я на новельном канале только снимал. Никак их не смонтируют. А что-то в планах смонтировать. Вообще у меня куча всего лежит на жестком диске. Что можно смонтировать и выложить. И вот хочу заняться вот этим. И рассказывать вам о новостях периодически. Когда что-то будет выходить. Еще посмотрел несколько фильмов. Слушай, уже забыл каких. Ладно, что-то концовка получается вялая. Но не знаю. Вообще это странный для меня выпуск новостей. Я лучше про это скажу. Он странный. Он не такой, как я хотел. Вот я понимаю, что я сейчас его снял. Я его сейчас смонтировал. Концовку вообще перезаписываю в оригинале. Другая концовка была. И мне вообще не понравилось. Но мне кажется, это всегда так. Когда ты снимаешь что-то первый раз. Но оно тебе не нравится. Но выложить все равно надо. Потому что я понимаю, что если я это не выложусь. Я сейчас все заново перезапишу. Это все опять отложится на очень долго. И надо с чего-то начать. Понимаешь? Нужно хотя бы первый камень заложить. А там уже смотреть. Не знаю. У меня как-то очень откровенными все видео получаются. Вот понимаешь? У меня не получается снимать профессионально. Я вот за собой еще такое заметил. Ну не умею я снимать как-то профессионально. Чтобы с лоском, блеском. Чтобы было, знаешь, типа телевизионный контент. Вот такого рода. Не умею. Я умею снимать только когда я вот как-то от сердца делаю. И получается немножко вот, понимаешь, немножко вот тут не то. Тут шероховато. Но зато вот получается искренне. У меня по-другому не получается. Поэтому я вот отбросил уже всякие попытки снимать идеально. Но я не умею делать идеально. Я всегда делаю все как-то так. И в жизни, и везде. Но не получается у меня идеально. Поэтому чем понимаешь, чем мучить себя. И пытаться сделать невозможно. Я решил просто делать то, что у меня получается хорошо. Это говорить то, что я думаю. Так что вот, Орлы. Все. Всем спасибо за просмотр. Первое новостное видео. Немножко длинное. Немножко затянутое. Но первое. Всем пока. До следующего видео. Пишите в комментариях, как вам, что думаете вообще. Как дела. Что ели, что пили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok